20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Йога на гвоздях. Для людей, которые практикуют йогу в целом, эти занятия весьма привычны, но для всех остальных это новый тренд фитнес-индустрии. Это экзотическое занятие мы посетили всей съемочной группой программы Beauty Time. Фитнес-индустрии. Это очень сильные физиологические процессы, гормональные, психологические. Поэтому, когда человек в первый раз приходит на практику, в первую очередь, вставая на гвозди, он работает со своим иммунитетом, потому что, когда мы встаем на гвозди, в наш мозг поступает сигнал о ране, и всю биохимию, которую организм держал в прозапас, он пускает в кровь на заживление раны. А так как раны никакой нет, такой небольшой обман, но в собственную пользу. Организм держит иммунитет на пике. Во-вторых, конечно же, это кровоток и лимфогонный эффект, потому что мы в современном мире в машине сидим, на работе сидим, и застойные явления в малом тазу у мужчин и у женщин, конечно, всегда приводят к каким-то уже заболеваниям. Здесь мы активируем все процессы кровоснабжения, и очень частое явление даже у женщин оргазма на гвоздях, спонтанное. Это говорит лишний раз о том, что очень сильные гормональные процессы и физиологические проходят здесь. Также говорят, что доски садху, стояние на гвоздях – это практика личностного такого психотренинга, потому что здесь мы также работаем с нейробиологией и раскрываем какие-то процессы, которые в нашей голове. Когда, я люблю говорить, коробочка заполняется, нужно все ненужное оставлять и идти дальше. Поэтому на практике всевозможные бывают реакции. Кто-то истерически смеется, кто-то воет, кто-то плачет. Это нормально, это хорошо, потому что мы высвобождаем собственные нейроны мозга. Для новичка поводом обратиться к этой практике может быть все, что угодно. Желание похудеть, укрепить иммунитет, поддержать компанию или же простое любопытство. Если кто-то изначально сразу может встать, то потом они, конечно, продолжают ходить и заниматься. Но, как говорит тренер, то есть кто встанет гвоздей на один раз, у того меняется жизнь, и они потом без гвоздей жить не могут. Ну, как показывает практика, это действительно так. То есть наши клиенты, посетители нашего клуба, сходив один раз на йогу, они продолжают ходить, им нравится, они привозят друзей, родственников, знакомых, и все хотят это попробовать. Вообще впервые я попробовала случайно, будучи на проекте без фильтров. Я думала, что вообще это не для меня, я вообще посмотрела картинку, как это возможно. Но когда я впервые попробовала, это вообще какие-то нереальные ощущения. И самое главное, каждый раз по-разному. Боязнь встать на гвозди вполне объяснима. Кому-то проще начинать заниматься в носках. Но специалисты утверждают, что это больше психологическая защита. Степень воздействия при этом абсолютно одинаковая. Тем более практиковать йогу все-таки правильно босиком. Бывает прям неохота вставать, прям сразу хочется уйти. И не приходить вообще бывает, прям вот легко стоишь, наводится, медитируешь, порядок в голове. И для здоровья вообще иммунитет, кровообращение. Первый раз очень страшно было. Вот правда, у меня аж прям вот какой-то такой мандраж, как, наверное, перед экзаменами в школе, что ли. Вот, но я вот пересилила себя, встала, и вот теперь мне даже мало, не знаю, 20-30 минут, 40, и хочется еще и еще. Мне очень нравятся ощущения, которые происходят именно внутри организма. Ну, во-первых, йога на гвоздях – это же не просто, то есть, для хайпа, для моды, для тренда. То есть, люди приходят для здоровья, потому что идет укрепление иммунитета, кровообращение и так далее. Поэтому я думаю, что кто ходит на практику именно для своего здоровья, неважно, будет ли это модно через 5-10 лет, они все равно будут продолжать ходить. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Фраза о том, что черное и белое никогда не выходят из моды – это своего рода стилистический штамп. В действительности же эти два цвета дают великое множество сочетаний, которые могут быть и консервативными, и ультрамодными, в зависимости от контекста. В этом сезоне актуальным будет черно-белое сочетание, представленное в спортивном стиле. Если говорить о цветочном черно-белом принте, он будет выглядеть современно в лаконичном дизайне. Кстати, совмещение стилей в современной моде тоже никто не отменял. Платье легко превращается в тунику и подается с зауженными брюками. Кроме спорта с романтикой, адекватно будет смотреться и спорт с классикой, опять же в черно-белом исполнении. Камзол Дорогие друзья, я прилечу в Челябинск 5 марта и выступлю у вас с новой программой «Иконы моды и стиля XX и XXI века». До встречи в Челябинске 5 марта! Сегодня очень популярны различные хобби, связанные с искусством. С нуля можно научиться петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и, конечно же, рисовать. О том, как осваивают иллюстрацию моды и чему можно научиться зашить занятия, смотрите прямо сейчас. Эта техника выполнения фэшн-иллюстрации получила название «Акваграфика». Автор курса, архитектор и художница Наталья Коноваленко рисует всю свою жизнь, а в последние годы главное ее художественное увлечение – модницы и модники, изображенные маркерами, лайнерами и акварелью. Это у нас акварель жидкая. Почему жидкая? Потому что можно всякие пятна делать. В воде растекаются красиво. Маркеры, спиртовые маркеры, акварельные маркеры и графические такие вот линеры, брашпены называются, которые можно мягкие линии рисовать. Профессионал создает такой рисунок легко и быстро. Но, пожалуй, главная прелесть этого жанра в том, что освоить его могут даже взрослые, даже с нуля. У нас даже курс, так называется, фэшн-иллюстрация для начинающих. Первое занятие у нас – построение фигуры человека. Как тень, свет ложиться, показать, как фигура в движении. Во-первых, мы фигуру человека строим не реальную, а все-таки больше фэшн, то есть удлиняем ноги. Потом мы немножко портрет затрагиваем, потому что выражение лица, ну, я считаю, что важно. А потом уже мы переходим к одежде. Потом переходим к текстурам. Мех, трикотаж. Как это изобразить? Кто-то пришел, потому что в детстве не нарисовался. Просто приходит, потому что хотят рисовать. Им даже может быть не столько мода и модные иллюстрации. Это вот как просто научиться заново что-то открыть для себя. Но в основном именно здесь занимаются, конечно, кто профессионально хочет это применить. Кому-то видно, что нравится. Очень худенькие, кому-то полненькие. Они так и рисуют, даже не переучить, поскольку не подходишь и не исправляешь рисунок. В следующий раз она все равно сядет, то же самое будет делать. В основном еще можно заметить, что люди рисуют себя в основном. За шесть занятий можно понять основные принципы иллюстрации. Но для того, чтобы рисовать свободно и изящно, требуется практика. Очень приятно, что меня пришли поддержать мои бывшие студенты на это занятие, у которых уже есть свои бренды, ну, ателье или бренд одежды, как у Жени и у Юли, например. И, конечно, я очень горжусь ими, их достижениями. Вообще была, ну, вот, практически не рисующая. То есть это такой был, ну, детский уровень совсем, любительские для себя какие-то зарисовочки. Поскольку пришли учиться на модельер-конструкторы, и, естественно, нужно было рисование. И мы теперь можем отобразить на бумаге то, что у нас есть в голове. А для нас, как для дизайнеров, это, ну, прямо очень важно. То есть я могу показать, с чего все начиналось. Вот это самое первое занятие, когда мы просто учились строить фигуру человека. Пропорции, чтобы все соблюдать, голову строили. И, ну, и дальше уже на занятиях мы стилизовали какие-то образы, что-то вот просто зарисовки из модных журналов. Дальше уже какие-то свои, ну, мини-такие фантазийные коллекции придумали, придумывали разными, в разных вариантах их интерпретировали. И работали с цветом, работали, собственно, вот с красками, с размытием, с растушевкой. И вот в итоге сохранились вот такие вот интересные штуки делали. Пожалуй, все девочки в определенном возрасте любят рисовать красавиц в нарядных платьицах. Сегодня есть возможность делать это и в более взрослом возрасте, и на более высоком уровне. Рисовать красивых людей можно как по причине производственной необходимости, так и просто для души. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. За 20 лет фестиваль моды «Платья города» воспитал целое поколение дизайнеров. И именно в свой юбилейный год решил собрать всех именитых модельеров на одной площадке. Настоящий праздник красоты, стиля и моды. От специалистов высокого уровня будет представлен не как привычный всем показ, а как настоящее театральное представление. Для зрителей в театре смотреть интереснее шоу, чем классический фэшн, который в основном для специалистов. Когда одна за другой модели идут, и надо успеть рассмотреть, и не успеваешь прочувствовать вещь. Поэтому мы так основательно. Мы перебрались опять в оперный театр. И у нас даже пройдет мероприятие в день театра, 27 марта. Как-то это все символично. И в каждом показе, в каждой коллекции мы будем все прелести театра использовать. Неделя моды в Париже, допустим, в Милане и так далее, это понятно. Но тем не менее, это какая-то такая вот площадка, на которой ты смотришь, как работают твои коллеги в городе. Кто-то лучше ориентируется, кто-то хуже. Тем не менее, в всяком случае, ты смотришь, на ком уровне ты работаешь. В этот раз своей концепцией удивляют не только организаторы фестиваля, но и его участники, которые уже давно приступили к работе над созданием весенних коллекций. Обычно я всегда шью свадебные и вечерние наряды. Все мои коллекции относятся к вечерней моде, мода от кутюр. А в этом году я решила представить коллекцию Family Look. Это вечерние платья для мам и дочек. Роскошные пышные фатиновые платья, кружево, пайетки, бисер, все, как я люблю. На фоне достаточно заполонивший рынок оверсайз вещей, объемных, лично мне не хватает подчеркнутых изящных линий талии, щиколоток, оголенных запястья. То есть хочется элегантности, нежности, вот этого вот женственности. Большинство успешных дизайнеров одежды в нашем городе работают в формате ателье, но творческая энергия часто выходит за рамки клиентских заказов, а собственное видение современной женщины оказывается представлено в виде коллекций. В рамках ателье лично мне работать крайне тесно. И создание коллекции, да, это то, к чему уже самодеятельность ателье подвела. Просто произошел уже определенный рост, и хочется, естественно, давать за рамками ателье какие-то готовые решения, капсульные коллекции. В рамках ателье невозможно вообще свои порывы никакие. Это потому что ты работаешь с клиентом, и ты делаешь то, что в первую очередь интересует его, и решаешь его проблемы. А когда ты делаешь коллекцию, тогда ты уже пытаешься выложить свое видение, ну, мира, города. В качестве хедлайнеров выступят известные российские дизайнеры, в их числе Сергей Сысоев и харизматичная Зухра Салахудин. А вечер откроет дефиле известных людей нашего города, опять же в образах от наших дизайнеров. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. И вот он, далкостатный, любимый, новый Audi Q8. «Она стильная, надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти фары «Матриэкс». И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчин – все в этой машине. «Матриэкс» «Матриэкс» Все сюжеты «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий ищите на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!